Тропические леса провинции Уткубамба, Перу. Здесь несколько лет назад археолог Кирино Оливера обнаружил более 10 тысяч наскальных рисунков загадочной доколумбовой культуры, выполненные желтой, красной, черной и оранжевой красками. По предварительным подсчетам ученых, возраст наскальных художеств составляет от 7 до 13 тысяч лет. Но археологов поразило другое. Наряду со сценами, изображающими охоту, они обратили внимание на загадочных существ, которых изобразили древние мастера. Внешне они напоминали людей. Однако рост их было примерно 5-7 метров. Головы были неестественно круглой формы. И складывалось впечатление, что эти существа были облачены в костюмы и шлемы, напоминающие современные скафандры. Что это были за существа? И откуда они прибыли на Землю? Фантастические существа, они связаны с древними культами. Тоже вот есть потрясающий комплекс в районе Перу. Это древний комплекс Чивин. И там вот огромное количество изображений. Эта находка настолько поразила ученых, что они задались целью найти ответ на вопрос. Что за странных существ изобразили наши предки? Для этого были подняты все данные о самых странных археологических раскопках за последние 150 лет. Пустыня Наска, Перу. Здесь, на плато, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг, исследователи в разное время обнаружили около 30 гигантских рисунков, среди которых есть птицы, обезьяны, пауки и цветы. Более того, сегодня известно около 30 тысяч линий и полос, и около 700 геометрических фигур, начертанных на огромных пустынных полях. Но есть среди этих фигур одна из самых загадочных. Огромный силуэт, напоминающий человека в скафандре. Это где-то метров 20-25, по-моему, на высоту эта фигурка. Здоровая штука типа шлема, такие большие ботинки, как у водолаза были. Алжир. Плато Тосилианжер. В пустыне Сахара. Здесь, в середине 20-го века, археологическая экспедиция под руководством французского ученого Анри Лока в гротах также обнаружила наскальные изображения фантастических существ. Внешне они напоминали людей, но гигантского роста. Было видно, что головы существ на всех рисунках неестественно круглые и в три раза больше обычных. Более того, в центре голов был изображен двойной овал. Все это напомнило ученым шлем космонавта. Но как такое возможно? Ведь человек поднялся в космос только в середине 20-го века. Я могу сказать твердо, что даже нынешние люди далеко не все обладают фантазией, тем более богатой фантазией. Как же люди древности могли придумать такие мощные пантеоны богов? Причем они существовали не только в развитых цивилизациях типа Древнего Египта, Древнего Китая, Индии, Майя, Инки и так далее. Боги существовали буквально во всех диких племенах, которые затеряны были. Бог знает в каких джунглях. Пантеоны были разными, боги были разными. Но тем не менее, это все надо было придумать. Кто же это все им подарил? Откуда все это пришло? Быть может, древние предания, передающиеся из поколения в поколение, правда. И сотни, даже тысячи лет назад на Землю из просторов космоса действительно спускались загадочные существа. Но кем они были? Представителями более развитых цивилизаций, обитавших на других планетах параллельно с людьми? Или это были небесные кураторы, которые по чьей-то высшей воле следили за экспериментом на нашей планете и подталкивали людей к развитию? Не берусь это на 100% вот визжать, может, пока не нашли. Вот в тех местах, где были неандертальцы, там вот этой живописи нет. А живопись появляется, когда появляется хомо сапиенс. И вот это объяснить может, почему он создал такой рывок и вытеснил неандертальцы, коренного жителя. То есть с точки зрения, скажем, телесной организации, неандертальцы были гораздо более крепкими. То есть он, по теории, должен был победить в этой конкурентной борьбе. Но вот хомо сапиенс получил очень мощный импульс к развитию, создал какие-то новые технологии для тех времен. Оружие, там, хозяйствование и прочее, прочее. И вот создал такую цивилизацию. Но если эта теория верна, и человечеству помогали развиваться, то кому и для чего это было нужно? Пытаясь найти ответы на эти вопросы, исследователи обратились к древним священным текстам. В древнеиндийском эпосе, написанном на санскрите Рамайна, они обнаружили упоминание об ожесточенных военных действиях. Царь Рама вел долгую и кровопролитную войну с низкорослым темнокожим народом, представителей которого он принимал за разумных обезьян. Если верить священному тексту, то получается, что на Земле тысячи лет назад параллельно с людьми существовали и другие разумные цивилизации. Существовало много популяций разумных существ, а вот в результате осталась только одна, к настоящему моменту, это люди. И вот мне это кажется более вероятным, потому что в древних эпосах описывают существование разумной расы обезьян, это вот в Рамайане. Соответственно, мы можем встретить упоминание о разумных существах типа драконов, вот это и в европейском эпосе, и вот в знаменитых этих вот эпосах Южной Америки. Но почему разумные цивилизации, населяющие Землю, воевали между собой? Какие трофеи они получали в случае победы? Тайные знания, могущество, сверхоружие? Ответы на эти вопросы ученым только предстоит найти. Но если верить древним текстам, то человечество действительно помогали уничтожать всех своих соперников. И если это так, то становится понятным, для чего небесные посланники, запечатленные древними мастерами во всех уголках Земли, посещали нашу планету. Тот факт, что когда-то существовали источники информации о богах, богах могучных, богах обладающих могучим оружием, могучими знаниями, летательными аппаратами, она настолько сложна идеей. Удивительно, что даже сейчас многие люди не в состоянии в это поверить, в это признать. Факт подобного факта в нашей древности. А вот древние люди в это верили, знали и считали, что это правда. Но откуда появлялись эти небесные посланники? И куда исчезали? Что если в нашей безграничной Вселенной существуют параллельные реальности, которые населены так же, как и Земля? И эти существа, так же, как и мы, часть космического эксперимента. Недавно российский физик с мировым именем Борис Алексеев сделал невероятное открытие. Ученый выяснил, что в космосе за миллиарды световых лет от Земли постоянно происходят мощные взрывы, подобные тому, который однажды создал нашу Вселенную. Вы должны наблюдать на гигантских расстояниях, исчисляемых, ну, обычно называют цифру 7 миллиардов световых лет и больше, наблюдать вот эти гигантские взрывы изотропным, как говорят, образом, или равномерным образом распространенным по всему небосклону. Наблюдается это? Наблюдается невооруженным глазом. Вы видите, по сути, дело окраины Вселенной. Вот какая фантастика существует. Но что стало причиной таких сверхмощных взрывов? В поисках ответов на этот вопрос Борис Алексеев предположил, что космические взрывы происходят из-за столкновения материи и антиматерии. Загадочной субстанцией, которая, по мнению исследователей, вместе с материей появилась в результате большого взрыва. Однако до недавнего времени большинство ученых считало, что антиматерия исчезла, по крайней мере, из нашей Вселенной. И лишь недавно научные открытия поставили под сомнение эту теорию. Выяснилось, что антиматерия никуда не исчезала. Она ушла на окраины Вселенной. И теперь, вступая в реакцию с материей, провоцирует мощные взрывы, сопоставимые с теми, которые однажды положили начало нашего мира. Вот представьте себе, что у вас расширяется, ведет первичный взрыв. У вас ушла обычная материя на периферию. Обычная материя состоит из частиц, которые имеют, ну, большие, в некотором смысле, размеры, относительно размеров античастиц. Античастицы просто, в силу своей большей подвижности, они из центра ушли на периферию. И вот там, на периферии, они начинают взаимодействовать, потому что они догнали друг друга. И они там начинают, вот они там сосредоточились, они там начинают взаимодействовать, материя и антиматерия. Но что, если в результате таких сверхмощных взрывов рождаются новые Вселенные, галактики и планеты, подобные Земле? И если это так, то кто их населяет? Несколько лет назад российский ученый, долгое время живущий в Германии, Александр Веленкин, попытался найти ответы на эти вопросы. Ученый провел уникальные расчеты и, для простоты понимания, сравнил нашу Вселенную с огромным котлом, в котором кипит вода. От этого в котле постоянно образуются новые пузыри. И эти пузыри и есть новые галактики, подобные нашей. Когда Вселенные расширяются, в ней возникают пузыри. Мы живем в одном из пузырей. В пузырях ситуация более или менее обычная. Галактики, звезды. А вне пузырей это очень быстрое расширение. Получается, что наша Вселенная состоит из множества галактик, которые никогда не пересекаются. Более того, благодаря рождению все новых миров, границы Вселенной постоянно расширяются. Но если Вселенная непрерывно растет, образуя все новые миры, есть ли у человечества шанс когда-нибудь заглянуть в соседнюю галактику? Этот процесс идет как бы вечно. Вот это называется вечная инфляция. Теперь, если мы живем в этом пузырьке, мы видим его только маленькую часть. И если мы даже будем в каком-то космическом корабле двигаться со скоростью близкой к скорости света, этот пузырек расширяется настолько быстро, что мы все равно не сможем догнать его границы. То есть мы никак из своего пузыря выйти не можем. Но что если в рамке пузыря, иначе говоря, нашей Вселенной, нас загоняют лишь сухие математические расчеты, на которых ученые построили модель современного мира? И что если эти расчеты не верны? Что если существует способ, который позволяет преодолевать и скорость света, и фантастические расстояния за короткий промежуток времени? А мы просто не знакомы с такими технологиями. Более того, в древних источниках по всему миру сохранились упоминания о могущественных цивилизациях прошлого, которые обладали невероятной силой, мощными космическими кораблями и могли путешествовать во времени и управлять силами природы. Когда-то в древности наши предки получили откуда-то либо из функционного поля Вселенной, либо из генетического кода, либо реально увидели пришельцев со звезд, у них появилась идея богов, обладающих мощным оружием, знаниями, летательными аппаратами, знаниями в медицине, строительстве и так далее. Но что эти небесные создания получали от землян взамен? Быть может они изучали нашу молодую расу, чтобы потом получить абсолютную власть над людьми и планетой, которой у них не было? Или они потеряли ее в результате такой же кровопролитной войны? Ответы на эти вопросы скрыты в древних текстах. И совсем недавно исследователи нашли реальное подтверждение того, что когда-то боги воевали с людьми за право господствовать на земле. Академик Раэн Андрей Тюняев недавно выступил с сенсационным заявлением. На снимках НАСА, которые ранее не опубликовывались, исследователь обнаружил необычную, еле различимую границу, которая условно делит всю землю пополам. Она идет от Британских островов и до Кореи. Идет средний участок от Черного моря через всю Грузию и опускается и уходит в Каспийское море. Потом дальше начинается от Каспийского моря, уходит в горы и после горы уже начинается Китайская стена и продолжается до Кореи. И вот эта большая стена расположена и опять же никто не знает что это за сооружение. Тщательно изучив снимки академик Тюняев пришел к выводу что эта стена никак не может быть природного происхождения. Ведь фундамент у нее очень ровный и в некоторых местах достигает 80 метров высоты. Ни в одном мифе ни одного народа не сохранил сведения об этой стене. Вообще ни у одного. Но стена везде есть. Она еще и с башнями. Она еще и до сих пор осталась. Более того, исследователь Китайская стена также является частью того невероятного массивного и длинного сооружения, которое когда-то разделяло всю землю на две части. На нашей территории 2500 километров от Каспии до Урала до середины Урала тянется эта стена называется Заволжский вал. Но кем и для чего была построена эта стена? И какую границу она очерчила? Исследователи выдвинули версию, что если эта стена разделяла всю землю на две части. Одна часть земель принадлежала богам, другая была территорией людей. Это могла быть граница между мирами. Между мирами нашим миром и вот каким-то противоположным, где жили какие-то другие существа, например. Академик Тюняев утверждает, что эта стена, опоясывающая всю землю, могла быть построена по итогам войны, которую когда-то боги вели с людьми. Но если тысячи лет назад земля была полем битвы, то кто выиграл в этой войне? И что могли люди противопоставить богам? На земле есть некоторые зоны, ну будем говорить, допустим, в Африке они остались, которые напоминают, очень сильно напоминают воронки от ядерных взрывов. И размерами, и своей формой. Однозначно, они настолько древние, что уходят с древности на многие десятки тысяч лет. Однозначно сказать, что перед тобой, например, воронка от ядерного взрыва или воронка от метеорита невозможно. Одна из таких странных вещей, которые там обнаружили, там были оплавлены гранитные камни. То есть эта температура при химическом горении не может быть достигнута. Значит, соответственно, радиоактивные. И в Махабхарате описывается, что, значит, когда использовалось такое оружие, называлось брахмастером, она написана как огненная стрела, и когда она, значит, попадала, возникала вспышка, вот там такая метафора ярче тысячи солнца. Эта метафора была потом использована в книге знаменитой о создании атомного оружия, она так и называется ярче тысячи солнца, вот это как раз цитата из Хахавадгита части Махабхараты. Неужели харабская цивилизация владела технологиями создания атомного оружия? Но откуда к древним людям пришли эти знания? Ответы на это исследователи попытались найти в Махабхарате, в древнем индийском эпосе. там пишется, что когда воины попадали в зону поражения этого оружия, надо было срочно найти реку и омыть свое тело от пыли, иначе после этого следовала смерть. Тоже похоже на радиацию. То есть это в принципе оружие, которое создает очень мощный выброс энергии в маленьком объеме. Действительно, в древних текстах разных народов мира часто упоминается о войнах, учиненных могущественными богами, которые владели сверхоружием. Но откуда столь мощное оружие появлялось у людей? Многие легенды, которые говорят о применении оружием массового поражения, они существуют во многих народах в Индии, в древнем Египте, в Месопотаме. Они, видимо, говорят о том, что кроме оружия типа лазеров наших, психофизического оружия, кстати сказать, которое останавливало целую армию, вот Рамзес Великий остановил армию с помощью психофизического оружия, потому что он нисколько уничтожал врагов, они просто испугались и, так сказать, покинули боя Бога, боя, бьятый страхом. Фараоны, цари верховные жрецы, все они почитались своими народами как наместники богов на земле. А может быть, они и были богами, которые устраивали на земле свои кровопролитные битвы, а люди были лишь пешками в этих играх. почему решили, что это была война, почему это ядерная? Потому что в мифах индийских и мифах авистийских описана как раз сама война с применением какого-то оружия, которое сжигает, пылает, сотрясает землю, сияет, какими-то другими способностями обладает. И многие исследователи увидели, что это очень похоже проявлением ядерного оружия. В 30-х годах прошлого века экспедиция известного русского художника и путешественника Николая Рериха проводила исследование в пустыне Гоби. Были найдены следы оплавленных камней, целых структур из камней, которые были оплавлены, температуры 3-4 тысячи градусов, для этого нужны. Найдены следы остаточной радиации. И все это скорее всего говорит о том, что ядерная война между богами, так по крайней мере об этом говорят шумерские легенды, видимо она произошла в нашей земле. Участвовали в ней люди или нет, неизвестно, но боги видимо когда-то за нашу планету вступили в серьезную войну. В то время Николай Рерих не мог объяснить какое оружие способно на подобные разрушения. И тогда он предположил, что древние обладали термическим оружием, которое получали с помощью неизвестной нам энергии. Подобные артефакты нашли в Махенджедаре в Индии. Там найдены судя по легендам люди умирали от болезней типа традиционной болезни, попадали в волосы у них, там менялась кровь, разлагались буквально на глазах эти существования. Нам признаки этих болезней известны хорошо, это традиционная болезнь. И наверное это не легенды, это быль, которая описана в сказаниях древних народов. В середине прошлого века трудно было представить, что чуть больше десяти лет понадобится человечеству для того, чтобы создать оружие, подобное тому, что было у богов. И называться оно будет ядерным оружием. Но кем были те боги, которые взлетели столь высоко в своих познаниях и обладали сверхоружием? Быть может, это были представители древних цивилизаций. Например, лемурийцы, упоминания которых находят во многих древних людях. Согласно легендам, они обладали невероятными возможностями и оружием колоссальной разрушительной силы. Почти таким же, каким сегодня обладает человечество. Но почему тогда исчезла столь развитая цивилизация? Каждая цивилизация проходит свой пик развития и входит в пик падения. Кстати, наша цивилизация, по мнению Николая Рериха, начала, прошла пик развития в конце 19-го, начале 20-го века, когда, как мы знаем, во всех странах мира, особенно в России, появилось огромное количество гениев во всех направлениях человеческой культуры, науки и техники. А сейчас, сто лет спустя, как мы знаем, подобных фигур практически на земле нет. Это означает, что мы действительно прошли цик, пик этой цивилизации. Потом случилась Первая мировая война, Вторая мировая война, начали применяться оружие массового поражения, началась деградация культуры, страшная деградация. Неужели и нас ждет участь некогда могущественной цивилизации богов, которые владели всем миром, и о жизни которых мы сегодня можем судить только по археологическим раскопкам? Что будет с человечеством, когда оно поймет, что уже обладает возможностями и силой богов? Уничтожим ли мы самих себя? Или станем одной из самых развитых цивилизаций в истории нашей Вселенной? Вам кажется, что вы сейчас видите медузу, однако это не так. На самом деле перед вами крыса, по крайней мере генетически. Существо на видео создано не природой, а человеком. В июле 2012 года американские ученые провели уникальный генетический эксперимент и фактически превратили крысу в медузу. Они взяли из сердца крысы клетку и вырастили ее на подложке. Получилась такая ткань из этой клетки, из множества этих клеток, и она была опущена учеными в питательную среду, такой, типа воды, и подан электрический импульс. И вот эта ткань, она была такая с ножками, она ожила и стала двигаться как медуза, совершать вот такие движения и плавать. Ученые утверждают, что такое фантастическое превращение не было запланировано. В ходе эксперимента они пропускали электрический разряд через ткань, состоящую из клеток крысы, и никак не ожидали подобного превращения. когда вот они вырастили культуру крысы на подложке, то это была культура крысы. Но когда они ее ударили электрическим импульсом, поместили в воду, и она когда начала приняла характерное для медузы движение, то это внешне стало уже медузой. Этот эксперимент открывает перед человечеством еще больше возможностей. Ведь до недавнего времени считалось, что создавать новую жизнь может лишь высшая сила. Войдя во вкус человеку уже сложно остановиться. Генетики методом проб и ошибок продолжают проводить все новые и новые эксперименты. Последние разработки говорят о том, что совсем скоро появятся уникальные технологии, которые позволят человеку не просто клонировать себе подобных, но создавать новые, ранее не существовавшие виды. Но к чему могут привести попытки людей взять на себя роль богов? Наука дает нам некие основания говорить о том, что то, что казалось вчера чудесами, может реально произойти. Вот мы научились себя клонировать, вот мы научились себе вживлять органы умерших людей. То есть методы генетической инженерии, они развивают стремительно, вот мы ждем от Бога того приблизительно, что ждали от Иисуса Христа, например, он оживил Лазаресу, который погиб, а он смог оживить. Вот мы хотим, чтобы и наши медицинские технологии научились бы продлевать жизнь людям до тех пределов, которым жили наши праотцы по 900, по 800 лет. Сейчас мы ждем от богов даже скорее от себя мы ждем, что мы станем богами в каких-то важнейших направлениях. Пытаясь прогнозировать развитие грядущих событий, ученые пришли к шокирующему выводу. В тот момент, когда мы получим все, к чему стремились, наша цивилизация исчезнет. Землю будут населять миллионы наших клонов. Это будут новые биологические виды, но уже не люди. Не исключено, что то, что сейчас мы называем величайшим научным прорывом, в будущем станет величайшим преступлением против человечества. Любая цивилизация, она ранее поздно истощается. То есть, вот так же, как человек, он рождается, достигает некого пика творчества и потом исчезает. Ну и второй момент, конечно, это система ценностей, которая в этой цивилизации декларируется как ведущей. То есть, построена на потреблении на культе личного удовольствия, она себе подписывает конец. Но значит ли это, что после исчезновения нашей цивилизации ей на смену придет другая и начнется новый цикл развития? Уже пятый раз сейчас существует на Земле, уже пять раз подобное происходило на Земле. Наш мир погибнет, как некогда погибло Лемурия, Моа, Атлантида, Северная Керпия, Веропария и так далее. Некоторые знания останутся. И новая шестая раса, а представители этой шестой расы генетически измененной уже на Земле существуют, они получат от нас эти знания и будущая шестая цивилизация начнет быстро возрождаться и когда-то пройдет новый цикл. Это древний индейский народ Хопи, проживающий на северо-востоке Аризоны. По всеамериканской переписи 2000 года население резервации Хопи составляло всего 6946 человек. И все эти люди считают себя потомками, хранителей земли, выходцами из цивилизации прошлого. У них есть удивительная такая схема предыдущих циклов, которая, в общем, наверное, даже ни у кого больше и не существует. Первый цикл это были сверхлюди. Как я говорил, у них не было необходимости в питании, то есть они получали энергию напрямую из космоса. Речь им была нужна для того, чтобы только читать молитвы и мантры, общались они телепатически. Опять же, очень длительный был период жизни. Земля была населена разумными животными, с которыми люди жили тоже в дружбе. Они их не убивали, не использовали в качестве пищи. Ну, в общем, такой был рай. Если верить преданиям племени Хоппи, получив доступ к знаниям, цивилизация сверхлюдей погрязла в собственном эгоизме и стремлении к неограниченной власти. Люди перестали слышать богов и за это были уничтожены. Как всегда, появляются некие искусители, тоже один из них мощный, он имеет форму змея с головой человека, тоже так перекличка идет с библейскими сюжетами и другими. Вот, и, соответственно, у людей начинают активизировать эгоцентризм, самость, вот эти расовые, уже было 4 расы, значит, одну расу начали натравливать на других, и тогда творец эту землю уничтожил. Начинается следующий цикл, там уже возникают менее совершенные расы рулей, но более свободные в плане выбора, потому что уже им надо выживать. И совсем недавно эта теория получила свое подтверждение. В древних источниках исследователи нашли описание того, как на земле неоднократно погибали населявшие ее цивилизации. Происходило это в тот момент, когда цивилизация оказывалась на пике своего развития. По разным подсчетам, до нас на планете уже было 5 высокоразвитых рас. Мы шестая. И если эта теория верна, то очень скоро человечество может исчезнуть. Ведь в своем развитии мы почти достигли предела. Погоня за бессмертием, невероятные генетические эксперименты уже когда-то приводили землян к полному краху существующего мира. Первая земля сгорела, а вторая замерзла. Опять же, аналогия с ледниковым периодом. Третья земля это уже опять же земля высокоразвитая, ну как бы цивилизация. Они создали кучу всяких приборов, машин, вплоть до летающих, вот этих дисков оружия разнообразные. И соответственно тоже начались все эти разборки, войны, уже гораздо более разрушительные, чем предыдущие. И эта земля погибла от потопа. Древние эксперименты могли так же поступать осознанно или неосознанно. То есть могли что-то смешивать, например, культуру грибков совместили с культурой каких-нибудь там мух в одно это. Перемешали, а потом в эту чашку случайно попала молния. И получилось, я не знаю, что-нибудь там какая-нибудь супермуха. Сегодня подобных существ на Земле нет. Именно поэтому исследователи пришли к выводу, что эти виды были несовершенными. И возможно поэтому их популяция полностью исчезла. Но что случилось с теми, кто создавал этих существ? Совсем недавно изучая древние тексты историки обратили внимание на одну странную закономерность. В мифах и легендах всех народов мира есть описание страшной кары, которая обрушится на тех, кто посмеет примерить на себя роль богов. Об этом говорили практически все ясновидящие, Эдгар Кесси, Иван Гард. Только духовно развитые существа смогут соответствовать этому плану Вселенной, смогут войти в это, как назвал Иван Ефремов, Великое Кольцо Миров и стать полноправными членами Галактической Федерации. А если мы сами себе уничтожим, если мы не сможем предстоять угрозам, таким, как падение астероидов, как взрывы супервулканов, изменение климата и так далее, то возможно мы погибнем и станем основанием для новой расы, новой шестой расы. Исследователи утверждают, что в священных текстах четко обозначены сферы, в которые человеку нельзя вмешиваться. И одним из самых ярких тому подтверждений является описание того, как первые люди Адам и Ева расплатились собственным бессмертием за то, что осмелились нарушить божественный запрет. «Появились целые страны, которые уже претендуют на роль вот таких вот богов, которым надо молиться или они вас уничтожат. Эта цикличность, она может привести к тому, что третья ядерная война, реальность может уничтожить нашу терроризацию. В 2012 году американский генетико-биолог Крейг Вентер совершил научный прорыв. По мнению самого ученого, сделанное им открытие полностью перевернет ход человеческой истории. Вентер создал первую в мире искусственную клетку. Клетку, у которой нет ни папы, ни мамы. Есть только один создатель, и это не бог, а человек. Однако не все ученые настроены столь оптимистичны. Они уверены, что человеку никогда не удастся повторить то, что когда-то было создано творцом. Ведь высший разум создал Землю и все живое на ней по плану. И повторить его невозможно. В 2011 году российские астрономы обнаружили во Вселенной 80 необычных объектов, которые назвали Роскосом. Размеры этих объектов сравнимы со звездами. Но у них есть несколько странных особенностей. Во-первых, они расположены в четкой последовательности и находятся во всех направлениях нашей Вселенной. Так, будто их поместили туда спеце. Во-вторых, у этих объектов отсутствуют так называемые темные линии поглощения, которые образуются от излучения Солнца и которые есть абсолютно у всех звезд. звезды. Объяснить подобный феномен ученые пока не в силах. Но одно предположение они все-таки выдвинули. Что если наша Солнечная система появилась не в результате большого взрыва, а создана искусственно? А эти необычные объекты некие ограничители, которые не дают ей распасться. Если эта гипотеза подтвердится, то это поставит под сомнение факт происхождения нашей Вселенной. Вначале ничего не было. Вообще ни пространства, ни времени, ни материи, ни энергии, ничего не было. И вдруг, как все космологи говорят, вдруг нечто взорвалось. Нечто. Ничего не было и что-то вдруг взорвалось. Говорят, что взорвалась какая-то там микроскопическая точка. Значит, точка была уже. Но точка, с точки зрения логики, так сказать, она либо отметка на плоскости, значит, плоскость какая-то была, либо микроскопический объект в каком-то пространстве. То есть сам посыл, он в своей основе противоречив и не может быть принят, так сказать, какую-то даже гипотезу. Противники теории большого взрыва считают, что наша Вселенная устроена по принципу пирамиды. Все ее уровни строго выверены, а все процессы взаимосвязаны. Именно поэтому планеты движутся строго по спирали и никогда не пересекаются и не сталкиваются. Наша планета вращается вокруг Солнца, которое во много раз большую массу имеет. Но само Солнце, так сказать, с нашими девятью планетами, оно вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Вы представьте, какой колоссальных размеров должен быть центр, чтобы мы же не единственная солнечная система, планетная система. Это огромное количество звездных систем, которые вращаются вокруг центра галактики. Но кто управляет всеми этими процессами во Вселенной? И означает ли это, что весь мир это лишь чей-то проект, реальное воплощение чужого замысла? И если Вселенная действительно строго продумана и создана искусственно, то сколько времени ей отведено? Сегодня у ученых почти не осталось сомнений в том, что все, наша Вселенная, галактика, Земля и человек созданы высшим разумом. В результате спонтанных мутаций просто не могли возникнуть столь совершенные создания. В каком-то определенном месте, ну назовем его, не знаю, там космический аппарат или там какой-то лаборатория какая-то или еще что-то, где-то был сформирован идеальный человек, у которого не было ни одной генетической отрицательной мутации. И вот этот вот такой человек, он и был как бы выселен на Землю в определенном месте. И Пущину сказали, вот, допустим, живи. А несколько лет назад впервые за всю историю человека ученый с мировым именем Нажип Валитов математически доказал существование высшего разума. Валитов доказал, что сегодня это постулаты, так называемые законы, искусственно создаваемые учеными, мы разрушаем то единственное Вселенное, как живого организма, которое фактически нужно соблюдать. А у нас ученые этого не знают и продолжают, и даже в Академии наук есть такой отдел полдже науки, вот за эти 5-8 лет они не могли провернуть ни одного доказательства вот профессора Валитова из Уфы. Профессор Валитов с помощью сложных математических вычислений доказал, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Этот результат поразил самого Валитова. Ведь получается, что во Вселенной существует единая высшая сила, которая всем управляет. Они доказали сегодня существование этой силы. И, кстати, уже папа даже римский прислал ему Валитову приветственное письмо о том, что прочитав внимательно вашу книгу, изучив все, что вы написали, мы благодарим вас за то, что вы действительно доказали существование ВВД-пенсилы. По мнению некоторых исследователей, Земля – это уменьшенная модель космоса, большой полигон для представителей различных цивилизаций. Мы ждем от себя, что то там, то здесь, то, о чем мы слышали из легенд, будет нам доступно. Мы получим космические аппараты, с помощью которых мы можем мгновенно преодолевать пространство и время. И полететь то же самое созвездие Ориона, откуда якобы пришли боги в Древний Египет. Мы ждем от себя, как от богов, что мы станем духовно развитыми существами, что мы прекратим убивать друг друга, что исчезнет алчность на нашей планете. Ну, по крайней мере, некоторые люди ждут именно этого. Просто мы ждем разного. Одни ждут материальных благ, одни ждут власти над остальным человечеством, другие ждут, что люди сами станут богами. Недавно российские ученые обнаружили в безграничном космическом пространстве следы ничтожно малого раскаленного шара. По мнению исследователей, именно в нем была сжата колоссальная энергия, которая 13,5 миллиардов лет назад в результате сверхмощного взрыва образовала нашу вселенную. Был первичный взрыв, ну, Биг Бен, как говорят в англоизвычной литературе, до первичного взрыва ни пространства, ни времени не было. Огненный шар, температура которого достигала нескольких миллиардов градусов, взорвался и разбросал во всех направлениях потоки энергии и частицы материи. Так появилась наша вселенная. Однако совсем недавно астрофизики заметили одну странную закономерность. По их расчетам все космические объекты достигнув края вселенной вновь стремятся в одну точку. Это значит, что очень скоро все галактики и планеты дойдя до пределов вселенной начнут движение в обратном направлении. И тогда вселенная может снова превратиться в микроскопический энергетический шар. Представьте себе, что у вас взорвалась какая-то, скажем, горючая смесь. Обычно в этом случае не учитывают гравитацию, она не нужна. Это обычный типичный взрыв, который интересен, может быть, для прикладных вещей, в том числе для оборонных целей и так далее. Но в этом случае, если вы рассматриваете космические объекты, у вас начинается схлопывание всего этого объема. То есть прошел разлет. Затем под воздействием гравитации все это начинает собираться к центру. Неужели обратный отсчет для нашей Вселенной уже начался? Будем ли мы свидетелями гибели существующего мира? И в результате подобного столкновения родится новая Вселенная? Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok